Весни 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 Еще одно скетворение, немножко грустное, называется оно «Костер и огонь и запах леса». Еле плотным темным кругом обступили свет костра. Дремлет озеро за лугом, и луна печальным другом тихо вродит утра. И огонь, и запах леса будоражит снова кровь. Дыма синяя завеса поднимается отвесно, исчезает, как львовь. Я смотрю, тоску глотаю на изменчивость огня, и как блики так же таю, с теплым дымом улетаю в память, ждущую меня. Углепеплопелено покрываются к утру, звезды крошкой над луною тихо гаснут надо мною. Лишь дымок вывод борол. Дух тайги и радость встречи отойдут на дальний план. Время ничего не вечит, и каежный этот вечер скроет утренний ума. Ну и немножко отстветворение «Красивый сумерек покров» — это о нашем Илье Пророке, храм Илья Пророка, это наше Ярославское. Был чудесный вечер серебристый, была подсветка нашего Ильи Пророка храма, был храм просто изумительный, настолько красив, что написалось «Красивый сумерек покров ложится медленно на плечи, и снежный серебристый вечер приносит радость светлых слов. Суров зеленых еле вид застывших нема в сонном денье, а рядом, в сказочном видении, чудесный памятник стоит Илье Пророка. И сень небес ему здесь служит дивным фоном, и мнится колокольным звоном, пропитан даже воздух здесь. Спят звонницы колокола, прекрасен храм ночного дива, в лучах подсветки так красиво уходят в небо купола. И снится им столетие бит, старинный город освященный, и вновь, как прежде, восхищенный, застыл пред храмом человек.